привет в анрии legend 5 как и в четверке существует такое смешивание слоев материально да то есть материй материалах в общем мы сейчас будем создавать такой материал кстати чтобы вот так вот двигать солнцем надо нажать control l и соответственно вы можете его передвигать вокруг данной точки да где вы по сути активируете и можно сделать вот такой вот симпатичный скриншотик в общем смотрите нам чтобы материал да нужно сделать у нас имеется как минимум вот сейчас три поверхности это у нас горы это у нас вот эта часть земля да так скажем и вот здесь у нас пусть будет песок потому что у нас возле моря соответственно везде песок здесь нам необходимо добавить эти материалы давайте войдем добавление контента это у нас от quicksum контент нажимаем и у нас появляется quicksum bridge для того чтобы использовать это желательно конечно войти но можно попробовать так давайте выберем что-нибудь это у нас по-русски так напишем сенс это песок что-нибудь более адекватное да но вот такой вот у нас будет рипер песок риплет сэнд выбираем качество это у нас если у вас допустим чтобы наименьшее место занимало текстуры и так далее да вы делаете так давайте я выберу high quality здесь соответственно нам надо войти он у нас требует соответственно мы входим возле того как мы вошли у нас появляется клавиша download и от делаем download пока она скачивается можно здесь нажать клавишу можно сюда перейти нажать клавиша но это все потупливает потихонечку в общем давайте еще найдем следующего это у нас что нибудь подграз да какой-нибудь наверное материальчик то есть можно вот кстати смесь допустим песка и травы сделать туда можно вот такую часть здесь есть пока показывает примерно наброски как это выглядит текстура ну давайте что-нибудь такое выберем наверное пусть это будет вот это high quality download и допустим у нас еще что-то каменная да должно быть так это у нас как переводится это все посмотрим что это это дерево у нас да вот урок как раз таки что нам необходимо ну и давайте вот какой-нибудь вот такой вот материальчик в принципе пойдет да ноут и получается то что у нас скачивается у нас появляется в local да вот я несколько там моделек ранее скачивал сейчас еще добавится сюда и еще один и мы как раз таки можем нажать клавишу экспорт и она у нас сразу кидает необходимый материал и текстуры к нему также сделаем с нашим песком вот она появляется папочка mega scans surface здесь вот как раз таки песок здесь у нас трава с песком переходим в брить и у нас появляется урок до обновили мы немножко и как раз таки рок мы тоже закинули сюда вот он теперь если мы давайте создадим здесь материал new material пусть этого у нас мэтт landscape будет зайдем него и кстати вот такой нюанс да когда у вас вот так открывается в этом окне и вам это не особо нравится можно сделать настройки допустим заходите так я уже потерял в пятерке заходите edit editor preference и здесь вот прямо есть самом начале default вы меняется на main windows то есть открывать в главном окне если вам нужен открывать можете в контент браузере в новом окне вот как сейчас он открывается по сути ну вот так вы выставляем в принципе нам больше давайте закроем проверим и все у нас сразу в главном окне открывается новая вкладочка и мы можем ее редактировать чтобы нам создавать смешивание слоев нам нужен landscape wear blend это вот такая вот вещь можем сразу ее подключить в base cover по сути здесь мы подаем необходимое количество нам вот если по строчкам смотреть необходимое количество материалов данном случае я добавил 2 я добавил уже 3 далее мы открываем вот эти все списки здесь вы вернем и мы пишем это у нас пусть будет ground допустим первое это у нас типа земля да да какая-нибудь там основной основное основное изображение далее у нас будет будет это сэнд это песок и соответственно у нас это вот как раз таки рок да то есть мы поставили вот первое будет это вот этот основной вилдгресс и рипер сэнт это у нас будет вторым как бы здесь не особо важно но важно основной первой все-таки зацепить который у вас будет главным 2 3 уже можете местами менять неважно так пусть это будет урок по сути мы можем вот это скопировать потому что у нас материале до имеется основная основное изображение нормалька и получается это у нас это у нас видимо смесь трех слоев да скорее всего это смесь трех слоев это экклюзион металлик и спектр то есть мы делаем еще одно копирование то есть если у вас много слоев соответственно вы сюда добавляете большое количество необходимых bridge мы можем закрыть но если необходимо вы можете здесь посмотреть коллекции какие вам необходимые модели и так далее но соответственно запоминайте что они сделаны с помощью фотосканирования и количество треугольников у них большое если только переключается на нонито так берем основной материал можем вытащить вот так чтобы было проще добавлять можем добавить сюда этот сюда этот мы сюда это у нас первое изображение то есть мы его подключаем вот сюда этот здесь этот здесь и этот мы сюда здесь можно все расширить так мы выделяем второй второе изображение пусть это вот вот этот сент да у нас будет накидываем ну и третье это у нас срок и по сути все мы можем переключаться на полный экран сейчас мы его отсоединили все за это значение так но я предполагаю что это окружен но это мы как раз таки потом посмотрим потому что я не уверен в этом надо будет смотреть если нам необходимо будет подключать но если это реально в этом в этой текстуре у нас находится несколько своев да допустим это вот как раз таки r это скорее всего окружу вот мы его сейчас поцепили g это большая вероятность что у нас находится спеквер также мы копируем наби ставим да скорее всего это у нас металлик но это все надо проверить я предварительно пока накидаю так так мы материал сохраняем сейчас он применяется выделяем наш вэнскейп да то есть вот он вэнскейп выделен и кидаем сюда наш материал материал находится здесь выставляем и как видите у нас черный экран да то есть соответственно все правильно потому что нам необходимо перейти лэнскейп и вот в пейнт когда мы заходим у нас появляется вот три слоя которых мы создали да вот внутри материала для того чтобы вот рисовать на них красные как раз таки появляется кисть нам нужно создать слой нормали нажимаем давайте прямо сюда в эту папочку закинем это все ground это как раз вэйр инфа то есть мы сохраняем информацию где находится у нас слой допустим основной да вот он сейчас применит его все отлично также мы создаем для каждого слоя нормальку кидаем будет в эту же папочку все чтобы мы потом могли если что удалить или допустим знали откуда удалять если она нам не пригодится не понадобится все мы создали как видите да у нас получается вот такой вот вот такая вот крупная ячеечка да что нам не желательно все таки давайте зайдем в основной материал так пока выйдем отсюда зайдем в основной материал и создадим скейлинг нашей текстуры текстур координейт это основная будет часть далее мы ставим мультиплай буковка м и кликаем на основном рабочем столе далее клавишу с нажимаем и кликаем на основном рабочем столе повеличается это у нас параметр который мы будем обзывать это у нас пусть будет scale ground который мы можем сможем изменять дальнейшем да дефаут в значение дефаут волью мы поставим единица можно выставить минимальное или максимальное но пока не стоит теперь мы это подсоединяем в основные наши части первого слоя это нормальку и получается вот в эту даже не знаю как обозвать ее сейчас мы это все подсоединили можем далее копировать для второго слоя но нам надо сначала переименовать scale ground допустим на scale sand теперь у нас есть параметр который мы можем изменять для текстур нашего песка ну и создаем такую же третью только здесь у нас scale rock будет название да так теперь подключаем сюда подключаем сюда и подключаем вот сюда теперь мы нажимаем сохранить закрываем материал наш и на нашем материале мы правой клавиши делаем клик создаем материал instance теперь нам надо наш watchcape закинуть закинуть наш материал instance давайте его откроем и соответственно мы будем ставим галочки на наших параметрах подлетим вперед вот так немножко и убавляем допустим 0.04 да это слишком большой получается но вот так вот более менее давайте персонажиком станем ну не тоже большое давайте еще уменьшим вот чуть-чуть больше так окей вот в принципе пойдет ну и текстуры я конечно неправильно подобрал ну и ну и ладно теперь смотрите так материал instance мы сюда его пока закидываем сейчас переходим в landscape paint выбираем наш песок и мы по сути вот рисуем этим песком писточкой да сейчас она тоже у нас будет выглядеть не очень то есть давайте вот прорисуем там где у нас кончается земля пусть здесь тоже будет песок ну и соответственно мы здесь должны настроить так скажем нашу кисточку да чтобы не совсем сильно где-то прямо это надавливать вот так вот можно да определенная часть можно уменьшать размер кисти чтобы вот такие небольшие переходы были все-таки да также мы можем подавать прямо жесткости и так далее вот пусть будет вот так вот где-то прорисовали так здесь у нас где-то а вот конец земли можем чуть-чуть побольше говорится навалять здесь песка здесь вот такие вот резкие переходы с помощью определенных настроек мы можем подавать более сглаженные части ну вот представим что здесь у нас вот такие вот песочные части теперь мы ставим на наш рок и включаем полную настройку тоже да смотрите когда мы все это разукрашиваем уже глобально нам потом надо будет настраивать вот такие вот слишком так скажем залеты нашей кисточки ненужные то есть мы должны уже будем вручную это все подредактировать так ну вот представим что мы все подредактировали все отремонтировали данные скалы данный песок теперь давайте переключимся уже в основную часть select персонажикам зайдем посмотрим примерный размер достанем наш инстанс материал будем уменьшать необходимое значение так это я скил урок почему-то изменяю давайте пока не будем трогать его так вот мы уменьшаем песок и он становится немножко вот таким вот более ну представим что более-менее подходящий соответственно к этим материалам надо будет еще выставлять такие как получается немножко выпирания да вот типа рефракшн не рефракшн а дев либо еще что-то то есть нам необходимо будет еще редактировать этот материал так я не то нажал подлетаем подлетаем нашей скале и тоже уменьшаем немножко так персонажем в принципе достаточно да достаточно все то есть вот у каждого материала разные значения скейла также можно делать дороги если тот же самый бридж мы откроем серфейс здесь у нас вроде как есть еще роут где-то я ее видел но сейчас я найти не могу так посмотрим так ну вот асфальт как минимум есть да то есть вы можете рисовать здесь здесь еще были текстуры так скажем укатанной дороги по земле вот допустим есть текстура укатанного получается песка то есть здесь вот такие вот дорожки можно прорисовать но это здесь необходимые вещи можете посмотреть но также и здесь здесь все выставляете настраивайте примерные значения и к сожалению да для таких целей то есть видите мы накидали вот три материала и прям очень сильно видно что они как бы ну вот прям на гору смотришь и она одна однотипная соответственно чтобы вам сделать какие-то нюансы надо добавлять много материалов то есть если вы сейчас поставили один материал сюда вот допустим можно на возвышенности какой-то другой материал более острый или допустим снег можно тот же самый поставить это у нас surface так давайте это тоже сотрем но где-то я вот только что я увидел ну в принципе ну можете в принципе посмотреть может быть найдется да что-то подобное но вот очень похож на снег но соответственно это не он так ну вот утоптанный какой-то снег или вот кстати как раз таки fresh now на каком-то камне лежит снег вот возможно смешать этот материал с тем и не будет а все отлично а на этом все до скорой встречи всем пока потому что два assassin